Меня зовут Юлия Шаверина. Я директор и хозяйка модельного агентства Avant. Начиналось все это очень давно, почти 13 лет назад, и начинался как какой-то такой фан. Я попала в модельную сферу абсолютно случайно. Мы с подружками даже организовывали разные показы нашего знакомого дизайнера и тем самым набрали базу моделей. Мы начали делать кастинги по городам. Мы делали проект, у нас был, назывался Models Class. Делали какие-то общегородские кастинги, и на эти кастинги приходили модели, и мы вместе с ними делали такой мини-конкурс красоты. И победительницы этих конкурсов они попадали в агентство. Тогда вот первая девочка, которую только я нашла, которая поехала в первую поездку в Париж, она на первой неделе моды выстрелила, попала в топ-10 newcomers. Тогда это было немножко другое, очень сложно было туда попасть, потому что в те времена на показе было 80 или 90 процентов топ-моделей и только 10 процентов ньюфейсов. И если попадаешь в топ-10 newcomers, это значит, что твоя карьера будет в ближайшие 5 лет успешно. У нас какая система? У нас есть букеры. Сейчас скауты по сути не нужны, потому что все тебе пишут в соцсети, присылают заявки на сайты, подружка ведет другую подружку, есть модельная школа, которая отбирает, есть Avant Camp, в котором тоже мы находим каких-то новых девушек. Соответственно, девочки делятся между букерами, которые в агентстве работают. Но у нас не просто букер, который дает работу, они еще выступают в роли агента. Задача букера привести модели, организовать ее приезд, купить билеты, разместить модель, организовать тестовые съемки, собрать все это и уже обсудив со мной план ее развития, отправить ее за границу работать. Да, модельная школа существует, и даже мы открыли модельную школу год три или четыре назад. И из этой модельной школы мы нашли Милену Литвиновскую, которая в том сезоне открыла Праду. У нас много девочек сейчас новых, которые работают постоянно тоже из модельной школы. То есть просто девочки приходят в школу не для того, чтобы стать моделью даже, а научиться ходить на каблуках, не знаю, как мама. Допустим, если бы у меня была дочка, наверное, бы я ей тоже советовала. Мы стараемся быть очень избирательны в плане имиджа. Если перед тобой потенциальная топ-модель, и тебе приходят на нее какие-то хорошие опшены, на самые главные шоу, как Прадо, Кейлин, Кляйн, Брайн, Зашулер. Допустим, она выстрелила, она сделала эти показы, после этого начинается сезон кампейнов и журналов. Обычно, если девочка хорошего уровня, вот сейчас у нас Крис есть, грекая, да, то она снялась уже со всеми лучшими фотографами. И если она снимается, не знаю, с Крик Магдином, Пауэлла Раверси, и в России кто-то просит ее с фотографом русским, то мы просто-напросто не можем дать, потому что это не ее уровень, потому что агентства, которые в Нью-Йорке и в Париже ей занимаются, они не дают ее, как бы, допустим, кому-то из Америки, ниже уровня, чем первая десятка фотографов. Мы сделали первый лагерь в 2015 году, летом. Мы делали пять смен, в 2016 мы сделали три, и в этом году тоже планируем три смены. Соответственно, туда приезжают 10 моделей каждую смену. У них очень жесткое расписание, это абсолютно нетусовочный лагерь, да. Подъем у нас в 7 утра, потом они идут в горку, горка два километра, да, занимаются йогой, где-то час, наверное, целый, после этого спускаются на завтрак. После завтрака у нас обычно какие-то общие модельные дисциплины, дефиле или там фотопозирование, или какая-то лекция со мной с букером про модельный бизнес. Питание разработано диетологом, но при всем при этом оно очень простое. Обычно за две недели кемпов все теряют там три-четыре килограмма. Ну, для меня самое главное все-таки внешний потенциал, да. То есть, когда ты видишь перед собой девочку, неважно, умеет позировать она или она совсем стоит и стесняется камеры, а если внешне, ну, как бы внешне, ты смотришь на внешность и сразу говоришь, что да, она звезда, и у нее есть шанс сделать карьеру топ-модели, либо такого шанса нет. Просто вопрос в другом, в том, что будет эта девочка топ-моделью или нет, это зависит исключительно от опыта и от ее характера, от того, как быстро она сможет, не знаю, сработаться с людьми, как быстро она сможет полюбить камеру, и камера будет любить ее, и как она сможет, не знаю, завязывать контакты за рубежом. Потому что те же самые показы, которые они делают, вот изначально там, Прадо, да, в том сезоне мы блокировали из Москвы трех девчонок на эксклюзив Прадо. И возьмет ли девочка Прадо второй раз, зависит уже исключительно от нее. То есть Крис, по сути, она, когда пришла на Прадо, она не говорила по-английски абсолютно, но при всем при этом она всегда так улыбается, да, и ты, как бы, очарованный ее, не зная даже ее характер, как бы, она уверена, идет, и она все понимает. То есть у нее, допустим, есть такое чутье, она смотрит на других девочек, что они делают до, и как бы повторяет, даже не зная языка. Сейчас кастинг-директора стали безумно значимы. И при всем при этом они тебе не дают дальше такой поддержки, как это было раньше. То есть если раньше был Рассел Марш, который отбирал на Прадо девочек, и после этого, допустим, девчонки ходили на Праде, он сразу же эти фотографии отправлял Стивену Мейзеллу и сам делал звезду. То есть сейчас кастинг-директора, они пишут всем материнским агентствам, они присылают тебе запрос на, не знаю, на 20 моделей и просят держать их полгода, никому не давать, и чтобы у них не было никаких кампейнов. И если ты это как бы не сделаешь, то они на тебя обидятся, и потом могут, не знаю, заблокировать кого-то. Сейчас возрастной ценз как-то ушел. И в 25 можно стартовать, и в 27 девочки стартуют. То есть нет такого, как раньше. Когда мы начинали, у нас было 21 год, это все, конец. Мало кто из западных агентств бы взял девушку, которая 21 или 22, тем более. Но я люблю начинать, когда девчонкам, допустим, 14-15 лет, когда у тебя есть два года до 16-летия, потому что с 16 лет можно, допустим, работать во Франции как взрослый человек, как-то где-то их развивать. Потому что для русских очень важно, не знаю, поездить по миру перед тем, как ты сможешь стартовать в Европе. Конечно, следим. С ними много беседы. У нас есть, даже, не знаю, в модельной школе, там рассказываем, как вести Инстаграм правильно, какие фотографии выкладывать, что ты должен там всех отмечать. На этих фотографиях всем всегда спасибо говорить. И, в принципе, ты можешь сделать какие-то выводы о том, что из себя модель представляет, увидев ее Инстаграм. Мне нравится иногда как гламурный, допустим, я Саше всегда в луз говорю, давай там побольше гламура, но это не ее история, да, несмотря на то, что она, в принципе, более такая коммерческая красотка, она не любит какие-то гламурные фотографии, там, в бикини или что-то еще. Она любит читать книжки и делать какие-то там большие комменты. Мы стараемся объяснять, что тебя клиент не взял не потому, что ты страшная, да, и не потому, что, там, не знаю, ты толстая, а просто потому, что сегодня, не знаю, у него же плохое настроение, а возможно, там, у него кто-то умер, или он вообще не хотел тебя видеть на кастинге, потому что ты брюнетка, он хотел блондинку. Должна быть какая-то такая работа, когда ты к отказам относишься абсолютно спокойно, это не воспринимаешь их лично. И девчонки очень часто сдаются, да, то есть, которые там фэшн-вик делают, вот она там пахала в зале, а не сработало что-то, да, и получается это потому, что она начинает все на себя примерять, вот из-за того, что я такая плохая, наверное, я неуспешная, а если она просто подумает, что, как бы, ну, ничего страшного, в следующий раз получится, как у Улус, то же самое, да, у Саши было такое, ну, просто она долго не могла похудеть, и когда вот последний фэшн-вик перед ее взлетом, перед ее первым эксклюзивом Диора, не хотели ее брать, то есть, миланское агентство сказали, нет, мы не будем брать ее на показы, и ты, соответственно, тоже можешь надавить на агентство, и сказать, ребят, давайте еще раз попробуем, там, у нее нет минусов в агентстве, или мы там сами авансируем ее билет, она приедет, вы попробуете, покажете, и, может быть, что-то произойдет. И так тоже было неоднократно. Девочка приезжала, ничего не делала, потом уезжала, потом ехала, не знаю, в Сингапур, в Австралию, работала над своим характером, возвращалась и что-то делала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова